Десна ТВ Совет ветеранов Смоленской АЭС отмечает юбилей. Просто мы на сегодняшний день не отмечаем. В Десногорске гриппа нет. Криминальная сводка за минувшую неделю. Чтобы взрослые не продавали детям сигареты. Акция добрых дел. А теперь об этих и других событиях подробнее. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В областной прокуратуре прошла пресс-конференция, где сообщили, что в этом году в регионе выявлено 189 коррупционных преступлений. Это как дача взятки, так и ее получение. 8 декабря состоялось первое заседание нового состава избирательной комиссии Смоленской области. В ходе тайного голосования председателем избрана Олеся Жукова. Ее выдвижение поддержали 11 из 12 членов комиссии. До этого она работала начальником юридического управления Департамента Смоленской области по внутренней политике и также являлась членом обл. избиркома. 8 декабря прошла 15-я юбилейная отчетная конференция Смоленского филиала Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом». Создана организация в 2001 году по инициативе директора Сергея Петровича Крылова и в настоящее время одна из самых многочисленных в отрасли. Открыл конференцию ансамбль «Гармония» исполнением гимна атомной отрасли. Специалисты Управления информацией и общественных связей подготовили видеофильм, который поведал об истории ветеранской организации за 15 лет. В работе конференции приняли участие председатель Межрегионального совета ветеранов Виктор Григорьевич Черкасов и директор Смоленской АЭС Павел Алексеевич Лубенский. Делегаты заслушали отчет председателя Совета ветеранов Смоленской АЭС Людмилы Николаевны Злокомановой, председателей мандатной и ревизионной комиссий. В прениях выступили представители отдела соцразвития станций, профсоюзного комитета и организации молодых атомщиков. Все они дали самую высокую оценку работе Совета ветеранов Смоленской АЭС. Павел Алексеевич также оценил работу ветеранов. Труд этот неоценим, он бескорыстен, но он дает большой положительный результат. И этот результат он виден и на станции, и в городе. То есть мы как говорим, там есть нам на кого. Да, нам есть на кого равняться, мы видим. Виктор Черкасов отметил, что работа с ветеранами в атомной отрасли имеет огромное воспитательное значение. Я считаю, вот такое чуткое отношение к неработающим пенсионерам формирует в свою очередь положительное отношение к предприятию. И не только в ветеранских организациях, но и среди будущих пенсионеров, нынешних работников, которые видят вот это отношение к ветеранам. За большой вклад в развитие движения самые активные ветераны получили дипломы и благодарственные письма. В межрегиональной ветеранской организации «Смоленский филиал» на особым счету. Свою работу закончил конкурсный комитет всего ветеранского движения отрасли. И «Смоленская ветеранская организация» признана лучшей. В работе вот все 15 председателей советов, они обмениваются и опытами, и новшествами, которые они вот где-то придумывают, где-то что-то почерпнут. И поэтому сегодня «Смоленская ветеранская организация» является у нас передовиком в этом направлении. Делегаты конференции приняли отчеты председателя и комиссий и признали работу Совета ветеранов «Смоленской АЭС» удовлетворительной. Одиннадцатиклассники Десногорска вместе со школьниками всей страны 7 декабря писали итоговое сочинение, которое станет допуском к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Всего по области испытания прошли более трех тысяч учеников в своих же школах, учителя этих же учебных заведений и проверяли сочинения. Наш регион взял шефство над самолетом Ил-76, город-герой Смоленск. Смоленщина и Брянский авиаполк подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере возрождения патриотических традиций. Именной самолет ранее базировался на аэродроме «Смоленск-Северный», а сейчас он стоит на вооружении войсковой части в поселке Сеща. В Смоленской области растет численность заболеваний гриппом и ОРВИ. Больше всего от вируса страдают дети. В 12 школах региона целые классы уходят на карантин. Эпидобстановка в Десногорске существенно в лучшую сторону отличается от областной. Нам ее прокомментировал заместитель начальника медсанчасти 135 Анатолий Тимофеев. По данным нашего кабинета учета и медицинской статистики, мы пока не отмечаем роста заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. И гриппа у нас не зарегистрирована вообще ни одного случая. В цифрах это выглядит таким образом. Могу привести вам данные, например, с 4 ноября. Общая цифра зарегистрированных пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. За первую неделю с 4 по 10 – 155 человек. С 11 по 17 – 169 человек. С 18 по 24 ноября – 75 человек. И за текущую неделю – 87 человек. То есть, как я уже сказал, роста мы на сегодняшний день не отмечаем. МЧС признана самым открытым ведомством в России. На втором месте оказалась Минобороны, возглавлявшая рейтинг в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Россельхознадзор. За год ведомство поднялось сразу на 18 позиций и показало самый значительный рост. В Смоленской полиции пополнение 12 слушателей Центра профподготовки МВД торжественно приняли присягу сотрудников органов внутренних дел. Клятву на верность закону и народу новоиспеченные полицейские произнесли в Музее истории органов внутренних дел Смоленщины. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 84 административных права нарушения, в том числе 64 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 2 человека. Ночью 8 декабря на трассе Рославль-Москва в районе Крапивны загорелся грузовой автомобиль «Вольво». На ликвидацию пожара выезжали огнеборцы 15-й пожарно-спасательной части. В результате возгорания в автомобиле поврежден моторный отсек. Ежедневно инспекторы по маломерным судам проводят рейды по рекам и озерам области. В связи с тем, что на многих водоемах лед еще не окреп, спасатели проводят беседы с рыбаками об опасности выхода на тонкий лед, а также напоминают о первых правилах спасения утопающих и раздают памятки с номерами телефонов экстренных служб. В первой школе Десногорска уже много лет существует отряд тимуровцев. Ребята ведут шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, активно участвуют во всех важных делах города. 8 декабря тимуровцы совместно с представителем полиции провели акцию. Подробности вы узнаете далее. В этот раз ребята обеспокоила свободная продажа электронных сигарет. И не случайно. В последнее время вейпинг или пускание пара стало модным в подростковой среде. Приобрести электронную сигарету подростку легко, так как они свободно продаются. Хотим, чтобы взрослые все-таки одумались, которые работают продавцами в магазине, чтобы не продавали больше электронные сигареты детям, как они делают. Ну, мы знаем это. Дети считают, что вейпинг – это безопасно. Но, увы, электронная сигарета содержит жидкую форму никотина. При ее курении человек вдыхает не дым, а пар. Жидкость которой наполнена сигарета состоит из глицерина, пропиленгликоля и никотина. При нагревании глицерин распадается до ядовитого акролеина, который повреждает нервную систему, а пропиленгликоль превращается в канцероген, который не менее опасен для растущего организма. Узнав это, тимуровцы написали письмо продавцам павильонов, в которых продают электронные сигареты. Дети города имеют в свободном доступе электронные сигареты. Дети, когда мы стали проводить в школе работу по этому поводу, дети откровенно говорили, что продают именно в таких магазинах. И вот мы сегодня пришли, они в свободном доступе, ребенок может купить. И это очень страшно, что ребенок, покупая сигарету, электронную сигарету, зная, что это яд, вы все прекрасно взрослые понимаете, о чем я говорю, покупая в игрушечном отделе, и уже подсознательно думает о том, что она безопасна. Сегодня мы пришли напомнить нашим взрослым о том, чтобы они не убивали наших детей, своих же детей. Вместе с представителем полиции ребята прошли по всем торговым точкам города и оставили письма обращения продавцам. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Десна.дефиз.тв.ру Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин